Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж! А мы продолжаем и сегодня мы поговорим на тему. Реально очень многих интересует. Каждый день эту тему мне вопросы задают в комментариях на YouTube. И так просто часто спрашивают. Гранта поршня, гранта шатуны, приоры поршня, приора шатуны. Чтобы поставить их на вас. В классике их тулят. И сегодня я вам расскажу о всех нюансах. Стоит их ставить, не стоит ставить. И вы все это поймете. И почему вообще, откуда они появились и для чего они нужны. Для начала хочу сказать, что каждый из вас может написать в комментариях тема или вопрос, который его интересует по данному. И уже завтра получить на него развернутый видео ответ. И для начала хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки. Особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала. И чем больше будет лайков, тем будет больше интересных, познавательных видео для вас. Поэтому можете даже прямо сейчас нажать на лайк. И мы начинаем. Откуда вообще пошла вот эта тема? Автопроизводители, ВАЗа. Вот это придумали, эти движения с поршнями и шатунами. Когда разрабатывались в 80-х годах, грубо говоря, восьмерка. Разрабатывались совместно с Поршем. Но об этом я сниму отдельное видео. В те времена строили как? Чтобы было крепко, просто, надежно. Поэтому будем брать, к примеру, восьмерку. Потому что все вот эти приори, гранты, пятнашки, десятки. Это все та же самая восьмерка и тот же самый двигатель. Просто его модернизировали. Основа одна и та же. Восьмерочный шатун, то есть восьмерочный поршень. Которые с одного вида вроде как бы немного громоздкие. Но при этом они выдерживают очень большие нагрузки. То есть восьмерочный шатун, он же и десяточный шатун. На турбомоторах, проверяли люди, выдерживают по 500 лошадей родной шатун. То есть реально там в него большой запас прочности заложен. Так же само поршня. То есть у меня, допустим, там двигатель крутит боевой шестнадцатиклапанник. То есть восьмиклапанник крутит восемь с половиной тысяч оборотов. Шестнадцатиклапанник десять с половиной тысяч оборотов. И это все держит на родных поршнях, на родных шатунах. То есть есть очень большой запас. И как пошло? Автопроизводители начали мудриться этими двигателями. Давайте что-то придумаем новое. Давайте осовременим его. Начали там косить уже там под иномарочные двигателя. То есть пытаться улучшать РС. То есть крутильность двигателя. Делать больше длину шатуна. Для того, чтобы двигатель был оборотистый. Легче шатун. Поршень более легкой. Типа более правильной формы. То есть если вы посмотрите там допустим на приоровский шатун. И там на восьмерочный обычный. Конечно там типа тот более правильной формы. Это все да хорошо. То есть палец поршневой пошел тоньше. Не двадцать два миллиметра. Девятнадцать миллиметров. Более там короткий. То есть чтобы вес. Поршень тоже более правильной формы. И вес поршня. Это все хорошо. Это все красиво. Но автопроизводители не учли один момент. Для кого они делают эти автомобили. И кто их будет делать. Сейчас вы все поймете в чем уже закрывается секрет весь. Первый момент. То что длину шатуна увеличили. Это хорошо. Поршень облегчили. Это в принципе хорошо. Но они типа попытались построить более оборотистый двигатель. А мы что. Автомобили строят не для спортсменов. А для обычных людей. То есть тот кто хочет наваливать. Он и так построит. Ну а с другой стороны про крутильность. У меня на обычном шатуне 9500 оборотов. Но суд не в этом. То есть они типа убили этим самым. То есть частично как бы тягу на низах. Сделав его оборотистым. И не каждому это надо. То есть это первый момент. Второй момент. Запчасти у нас все делают относительно с говна. Плохого качества. То есть те поршня и те шатуны. Они разработаны может и правильно. То есть. Но запаса прочности у них нет. Потому что делают с плохого относительно металла. Плохо обработка. То есть у них нет запаса прочности. Такого как разработка конструкции правильная. Но запас прочности не положен. Это первый момент. И второй самый основной момент. Это не работает. Потому что это мы. Мы будем ездить на говне. Заливать туда говняное масло. Ездить на говняном бензине. Этот двигатель. То есть будем менять масло раз 15-20 тысяч километров. Будем постоянно этот двигатель перегревать. То есть. Поэтому не будет работать. Это. Почему не ходят вот эти. Это все. Потому что. Оно опять же не рассчитано на нас. То есть. Потому что чтобы это все работало. Надо чтобы это все было сделано. С хорошего качества металла. Хорошо обработано. То что они там всунули маслофорсунки. Которые. Во-первых. Как видео про маслофорсунки. Можете посмотреть на главной странице. Нажать на все видео. Вы там найдете ответы на все вопросы. Есть видео отдельное маслофорсунки. Которое забирает давление. С двигателя. И ничего хорошего нет. Типа якобы там охладить поршень. Так вот. Поршень тот меньшего размера. Соответственно. Меньше юбка. Меньше теплоотдача. То есть. Теплообмен с гильзой. То есть. Теплоотдача на гильзу. Чтобы забирать тепло от поршня. Потому что там форсунка на него. Там брызнуло. Это до одного места. Большой восьмерочный поршень. Или десяточный. Или двенадцатый. Или там тайговский. Они грубо говоря. Это один и тот же поршень. Только форма камеры загорания сверху разная. Все. А так по параметрам. Они полностью одинаковые. Взаимозаменяемые. У них больше вот эта юбка. И не надо там юбки обрезать. А про то. Как правильно облегчить и поршня. И шатуны. У нас будут отдельные видео. И следующее видео как раз будет о поршнях. И там я расскажу как правильно их облегчить. Так вот. Хуже теплоотдача. И соответственно идет перегрев. И взнос. И двигателя. То есть я имею ввиду и поршня. И взносы хона. И стенки цилиндра. И всего остального. То есть и кольца не живут. Могут лопать. И перегородки. Плюс добавляем к этому. Галимое масло. Как зачастую пришел. Купил самое дешевое. Думает что он купил новое масло. Значит оно хорошее. Меняет. Или вообще вот эта мода доливать. Не слил масло. А долил. Думает что он его поменял. Бодягу на бодягу залил. Непонятно какие то охлаждающие жидкости. Система охлаждения нормальная работа. И потом типа что оно все не работает. Осыпется. Потому что оно не будет работать. Параметры хорошие. Параметры шатуна. Поршни хорошие. Но два момента. Из говна сделано. И неправильно эксплуатируется. Оно ходить не будет. Дальше. То что многие. Сейчас пошла мода. И классиководы. И переднеприводные вазы. Для тюнинга. Типа там сувать туда. Чтоб оно там крутилось. Оборотистый двигатель. Да вы если крутанете этот шатун из поршня. В которых нет запаса прочности. Даже если вы туда зальете там хорошее масло. И все дела. То есть вы крутанете его в обороты. Он не выдержит таких нагрузок. То есть крутаните его за 9500 оборотов. Не просто там в холостых. Или дайте на поршень. Нормальную нагрузку. Зарядите нормально цилиндры. И те. Тот шатун вылетит. И бьет соседскую собаку. То есть. Соответственно. Оно не будет держать. Там нет запаса прочности. И теперь. Итог этого всего. Для повседнева в этом нет смысла. Потому что нет запаса прочности. Ресурса. И оно вам ничего не даст. Кроме потери тяги на низах. То есть. А для спорта. Оно не катит. Потому что нету прочности. Оно просто у вас не выдержит. И развалится. Я знаю что сейчас многие начнут писать в комментариях. Там вот у меня там боевой двигатель. Там это все стоит. Нет у тебя боевого двигателя. Потому что если у тебя был бы боевой двигатель настоящий. Там бы стояли бы кованые как минимум поршня и шатуны. Если ты хочешь такие параметры изменить. Там удлинить длину шатуна. Там легче сделать. Хотя допустим вот у меня. Я облегчил и родной шатун и поршень. И расскажу как это можно бюджетно сделать. А если типа нету денег на кованные поршня и шатуны. И туда засунута гранта вот эта поршневая. Там шатун. Оно не выдержит. Если там крутить его до семи. Там семи с половиной. Да оно еще выдержит. Но если нормально крутануть. Не в холостую. А под нагрузкой. Оно развалится все. И не будет. Может один два заезда выдержит. Ну пару заездов. Но запаса прочности не будет. Я допустим на своем низе долблю годами. То есть десять лет там наваливаю. На восьмиклапаннике боевом. На шестнадцатиклапаннике там лет пять. И это все держит. Без всяких проблем разбираю. Ничего не из носа. И все нормально ходит. Поэтому я же говорю. Ну нужно понимать. Что для чего и как делается. А я напоминаю. Что я занимаюсь доработкой головок блока. Каждый из вас может прислать свою головку блока на доработку. На канале есть много видео. Детальных обзоров. О доработке головок блока и карбюраторов. Кому интересно. Под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Можете звонить напрямую. Всегда на связи. И заказывайте. Кое есть какие то вопросы. Пишите в комментариях под видео. Все вопросы читаю. Все комментарии по возможности. На все стараюсь отвечать. Также прямо сейчас можете написать в комментариях. На какую тему вы хотели бы увидеть следующее видео. Самое актуальное. Буду снимать в первую очередь. Кому понравилось данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался. Жмите на колокольчик. Чтобы получать уведомления о новых видео. Потому что сейчас YouTube поменял свои логарифмы. То есть. И соответственно. Для того чтобы получать уведомления. Нужно не только быть подписаны на канал. Но и нажать на колокольчик. Который находится. Возле. Под видео. Возле ярлычка. Подписка. Есть колокольчик. Нажимаете. И вам будут приходить уведомления. Или на главной странице канала. Тоже и возле ярлыка. Есть этот колокольчик. Потому что за день выпускаю очень много видео. С полезной информацией. И можно много интересного чего пропустить. Делитесь данным видео со своими друзьями. Для того чтобы канал развивался быстрее. И тогда будет больше познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok